Дорогие друзья, эту неделю я хочу начать уже с мест Писания, которое всем знакомо. 12 день поста. Я хочу направить каждого из вас к первому псалму. Царь Давид пишет такие слова, которые нужны каждому из нас, они сегодня актуальны для каждого. Особенно меня, потому что как служитель, как пастор, как тот, кто ведет людей за собой, должен поучаться в этом слове постоянно. Но если мы в нем не учимся, мы становимся черствыми к нуждам людей, ситуация на улице. Мы должны вникать, вникать в себя и в учение, где мы находимся. Я почитаю первый псалом, Тегелим 1. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании извратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его помышляет он день и ночь. Он будет, как дерево, посажено при потоках вод, которое приносит плод свой во время своем, и лист которого не вянет, и во всяком, что он не делает, успеет. Не так нечестивый, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоит нечестивый на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Этот псалом очень важный в том, что мы должны поучаться в слове его день и ночь. А значит, в том, что всегда на наших устах должно быть его слово. Недавно я думал так и рассуждал, если сегодня, как молодежь любит закачивать священное писание в свои носители, электронные носители. И у каждого почти есть Библия на электронном приспособлении. То ли это компьютер, то ли это телефон, либо iPad, или какое-либо другое новшество. И я подумал, что произойдет, если за одну секунду весь этот мир электроники рухнет. Как сегодня мы видим, проблема с коронавирусом поглотила почти весь мир. Что будет, когда мы в одно утро проснемся и не найдем в нашем телефоне Библию, которую мы любили читать. Поэтому я хочу вам напомнить, что вот книга, которая есть в листочке, очень важна на сегодняшний день. перелистывая ее, не просто смотреть, какую главу прочитать, а читать ее так, как будто она живая и говорит к вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова